Добрый день, уважаемые коллеги. Модернизация на Балганах имела ряд включительных особенностей. Ряд исследователей, ну, конечно, прежде всего, это Лидия Петровна Гришина, Аберионидович Мякер, они называли сербский вариант трансформации, модернизации и безмодерности. Процесс развития Сербии, государства, получившего независимость результатом Берлинского конгресса в 1878 году, охватывал практически все ключевые элементы повседневности. Политическую, экономическую, социальную и духовную сферу. Очевидно, Фрилград в силу своего столичного положения развивался быстрее, чем остальные города Сербии. Однако город по-прежнему носил черты традиционного сербского демократического менталитета. Русская путешественница Елизавета Ивановна Виттер, побывавшая в Белграде в начале 20 века во время правления Александра Абреновича, отмечала, что Белград – красивый город при слиянии Савы с Дуная. Он далеко не обстроен и не устроен. Ждет своей канализации, чтобы украситься высокими европейскими домами. Имеет трамвай, электрическое освещение на главной улице князя Михаила. Есть городской театр, публичная библиотека с 80 тысячами названий, что недугно для маленького молодого государства. Также возникает археологический и этнографический музей с богатейшим отделом народных одежд от древнейших времен. Писательница также отмечает качество образования в сербской столице. Подчеркивает, что женщины также имеют возможность получения образования. Отчасти такую похвалу Белграду можно объяснить славянофильскими взглядами Елизаветы Ивановны. Она также восхищалась сербской королевой Драгой. Королева серьезно интересуется женским воспитанием и расспрашивала нас о программах наших женских гимназий. К этому добавим еще, что королевская чета чрезвычайно доступна. Нередко в местных газетах в отделе придворной известий читают, что такой-то сельский священник был принят в аудиенции короля или королевы. Сообщения о доступности и простоте обхождения сербской королевской семьи встречаются и в воспоминаниях других русских путешествий, что также свидетельствует о демократичности столичной жизни даже среди представителей высшего светского общества. Другой русский путешественник, публицист и драматург Александр Валентинович Рпетятов, который в качестве корреспондента Петербургской нашей газеты, Киевской мысли и Одесских новостей находился на Волканах в 1909 году. Он не так лестно назывался Друграй, подчеркивая провинциальность столицы. Многие путешественники с ним соглашались. В качестве красноречивых доказательств традиционности и патриархальности сербских нравов приводили описание конока, который скорее похож на частный дом, нежели на дворец, и домов представителей сербской политической элиты. Такое же впечатление производило и Министерство финансов, которое помещалось в старом запущенном доме. Цитирую. «Через пять минут второй служитель во всеоружии воротника и галстука проводит нас в кабинет министра», вспоминал Леон Давидович Троцкий, которому в 1912 году газета «Киевская мысль» предлагает написать серию репортажей с Балка. «Воспоминания амфитеатрова содержат важные сведения о настроении горожан. Во время боснийского кризиса сербик повсеместно выражает готовность к войне, потому что лучше умереть, чем так жить». «Амфитеатр искренне поражается, откуда у населения, среди которого грамотных только 21%, такое прочное убеждение, что так жить нельзя». В контексте анализа особенностей модернизационных процессов в Сербии в целом и в Белграде, в частности, накануне годы Балканских войн, необходимо рассмотреть важный вопрос. Предпринимало ли молодое государство необходимые меры для ведения военных действий и организации жизни в военное время? Ритик, русский офицер, военный турист, как он сам по себе говорит, путешествовал по Сербии и другим Балканским государствам в 1908 году и оставил важные свидетельства о формировании и обучении сербской военной элиты. Он отмечал, что военная академия в Белграде поразила его своей дисциплинированностью, внедрением в процесс обучения современных иностранных методик и упражнений. Также Ритик хвалил унтер-офицерскую школу в Белграде. Важным свидетелем постепенной модернизации Белграда в военные годы стал Евгений Иванович Мартынов, который в качестве корреспондента Московской газеты «Утро России» обозревал события Второй Балканской войны. По его свидетельствам, Белград имеет около 100 тысяч жителей. По внешности он напоминает русский губернский город средней руки. Собственно говоря, в нем лишь две хорошие улицы, составляющие продолжение одна другой – улица князя Михаила и улица короля Милана. Сербские власти, в частности король Петр, по-настоящему гордились высоким патриотизмом сербов. Гордились тем, что война стала общим делом для всего сербского народа. Действительно, удалось сформировать армию численностью несколько сотен тысяч человек, при численности военных кадров в мирное время – 27 тысяч человек. Это стало возможным из-за широкой мобилизации, включавшей и третий призыв, солдаты которого преимущественно состояли из крестьян и даже служили в своей привычной деревенской одежде. Статок куртки, шароваров до мотканного сухна, мягкой сухонной шапки и кожаных лаптях, с повешенной через плечо на погонном ремне или даже на веревке старой русской бирдан. Такую широкую мобилизацию и высокий патриотизм сербов, по части, можно объяснить деятельностью сербской прессы, которая еще задолго до Балканских войн, на излете босинского кризиса, пропагандировала идеи необходимости и скорого начала войны. Правда, тогда в качестве противника рассматривалась Австрия. Во время Балканских войн в Белграде существовало 14 ежедневных газет, при населении около 100 тысяч человек. Отчасти такое значительное количество печатных изданий можно объяснить широтой политического спектра, разные идеологические аспекты которого стремилось подставлять каждое отдельно взятое издание. Троцкий, однако, полагал, что пресса главной своей задачей видит поддержку всякого раздора и скандала внутри любой партии или общественной группы, поскольку не может самостоятельно выдвинуть в власть новую политическую партию из-за отсутствия какой бы то ни было программы или определенных политических задач. Свою критику сербской прессы Троцкий заканчивает словами. Бездарная, малограмотная, низменная сербская пресса вносит гниение в идейную жизнь страны и является самым зловредным фактором сербской общественности. Как мне представляется, такая резкая критика является весьма спорной, хотя бы потому, что военные годы некоторые газеты будут помогать сербским общественным учреждениям организовать помощь раненым и собирать средства на нужды армии, например, самого права. Даже в условиях внешнеполитической нестабильности и реальных военных действий сербское общество будет сохранять традиционные демократические институты. Например, как утверждал король Петр, в сербской армии существует особенная близость между офицером и солдатом. Цитата. Теплые, чисто дружеские отношения, соответствующие демократическому духу страны, которые, по его твердому убеждению, нужно сохранять и в будущем, чтобы еще сильнее укреплять воинскую дисциплину. Лев Давидович Троцкий представляет важные сведения о жизни Белграда в военное время, отмечая, что за два года, которые он не был в Белграде, столичный город вырос, почистился, покорошал. Однако в 1912 году город, безусловно, переживает застой в промышленности, мобилизация сказывается на внешнем облике города. Цитата. Приостановлены работы по укладке мостовой, трамвайные рельсы на большом протяжении сняты, мостовая разрыта. Сербским властям удалось превратить Белград в военный лагерь. В стране прекращено железнодорожное сообщение, поезда привозят только солдат и боевые припасы. Мобилизовано около 300 тысяч человек. Пятая часть всего мужского населения страны, включая стариков и грудных владельцев. Безусловно, это может отразиться не только на формирующейся промышленности молодого государства, поскольку большая часть рабочей силы брошена на военные нужды. Промышленность в целом остановилась. Функционируют только те отрасли, которые ориентированы на производство военной продукции. Лаза Пачер, многократно занимавший пост министра финансов и один из ближайших соратников Николы Пашича, в годы Балканский койн отмечал, что сербские финансы, цитата, в прекрасном состоянии. Примечательно, что связывал он это с политическими особенностями молодого государства, а именно с конституционным режимом. Мы поставили наше финансовое хозяйство на строго парламентскую основу, говорил он. Строгая отчетность, гласность, парламентский контроль – вот действительные причины оздоровления наших государственных финансов. Король Петр также отмечал, что обе войны удалось довести до конца безо всякого внешнего займа, и что гораздо чувствительнее жертвы людьми, чем материальные раны. Однако такие свидетельства представляются слишком оптимистичными, ввиду того, что Сербия остро нуждалась в поддержке союзников, в частности России в ходе Первой Балканской войны. Так русские источники сообщают, что в Белграде не хватало врачей. Многие госпитали открывались благодаря поддержке России и славянских комитетов. Александра Павловна Гатфи, жена российского посланника в Сербии, в письме московскому городскому голове Бучкову сообщает о большом количестве раненых и резкой нехладке докторов. В госпитале, где находилось 150 раненых, был только один молоденький докторенок Серб. И просит повлиять на отправку новых врачей из России. Также из ее письма узнаем о деятельности в Сербии в госпитале Иверской общины. Комитет общины состоял под председательством ее императорского высочества Великой княгини Елизаветы Федоровны. Сестры в Милосердии находились в ведении российского общества Красного Креста. И также Александровского лазарета, которые тоже были отправлены из России. С одной стороны, нехватку докторов можно объяснить ожесточенностью боев и тем, что сербские врачи находились в непосредственной близости от мест сражения. Но с другой стороны, можно предположить, что Сербия даже в начале 20 века испытывал недостаток в собственных специалистах. Кроме того, из доклада старшего врача в госпитале Иверской общины Бабасинова узнаем, а резко не хватит в Белграде перевязочного материала, того, что есть, он утверждал, хватит только на три недели, гипса и других медикаментов. Также он свидетельствовал об отсутствии в Белграде рентгеновского аппарата, который, собственно, Бабасинов запрашивал в Главное управление Российского общества Красного Креста. Также он просил Главное управление покрыть расходы на сербского повара, который готовят для ранней. Особенно примечательный данный факт, учитывая уверение сербских властей о полном порядке в сербских финансах. Старший врач госпиталя Иверской общины отмечал, что госпиталь помещается в большом трехэтажном здании 2-й Белградской гимназии с электрическим освещением, центральным паровым отоплением и проведенной водой. По его данным, этот госпиталь оборудован несравненно богаче, имеющийся в Белграде другим госпиталем, что неоднократно подчеркивалось посетившими его иностранными врачами и делегатами от международной организации Красного Креста в Женере. Заметим, в интервью корреспонденту газеты «Голос Москвы» 2 марта 1913 года сербский митрополит Димитрий отмечает, «Помощь раненым у нас поставлена хорошо, имеется достаточный врачебный персонал, медикаменты и белье, но бои еще продолжаются, будут опять раненые и больные, и помощи необходимы, но мы надеемся, что приток пожертвований со стороны братского народа не прекратится». Таким образом, Сербия на рубеже 19-20 веков стремилась внедрять на своей почве новый институт, развивала инфраструктуру, особенно это было безусловно заметно в Белграде, формировались новые элиты, интеллектуальные и военные. Однако балканские войны показали, что Сербия еще не завершила всестороннюю модернизацию общественной жизни. Постепенное внедрение достижений современной науки соседствовало с традиционностью нравов сербского населения. Стремление к самостоятельности сталкивалось с необходимостью принимать помощь от союзников и покровителей. Общественно-политическое развитие базировалось на идее скорейшего внедрения западных институтов при сохранении традиционной демократичности и патриархальности сербского менталитета. Сербия, в целом и Белград, в частности, шли по пути альтернативной модернизации. Спасибо большое. У меня все готово. Спасибо.